Давайте еще раз скажем славу нашему Господу за то, что у нас есть возможность собираться во имя Его, наслаждаться общением с Ним, еще получать назидание для своего сердца, еще возрастать. Не всегда так будет, не всегда будут времена благоприятные, и нужно ценить то, что мы имеем сегодня. Слава Богу за это. Вообще, я так просто рассуждал, размышлял и пришел к выводу, что мы живем в не такое уж и простое время на самом деле. Я смотрю на свою жизнь и понимаю, что столько всего нужно успевать, и иногда кажется, что 24 часа в сутки – это слишком мало. И просто иногда бывает настолько плотный график, что ты выкраиваешь минуты чисто для того, чтобы элементарно просто отдохнуть, хотя бы полежать или посидеть, просто подумать. И бывает очень сложно, бывает, ну, выматываешься, устаешь, изнемогаешь. Слава Богу, что есть вот такие дни, как воскресенье, когда можно просто побыть на служении, отдохнуть сердцем, пообщаться с Господом. Слава Богу. Я бы хотел рассуждать на тему приоритетов в нашей жизни. Я зачитаю одно местописание, это Евангелие Таана, 21 глава, с 1 стиха. Речь идет об учениках, все, что происходит здесь, это уже после воскресения Иисуса Христа, после того, как Он им несколько раз являлся. И вот, значит, действия учеников, с 1 стиха, 21 глава, Евангелие Таана. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Теверяцком. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил, и Скана Галилейской, и сыновья Зеведеева, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем, и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не им поймали в ту ночь ничего. Пока до этого момента. Интересно, что как-то раз я просто слышал проповедь одного брата, и он рассуждал так. Иисус вознесся, вернее не вознесся, а был вознесен на крест, потом воскрес, и вот ученики потеряли из виду Иисуса Христа. То есть они его не видели, они не знали, что делать, и они вернулись к тому же, чем занимались всегда, то есть к ловле рыбы. Я так рассуждал и пришел к выводу, что это не совсем правильно говорить так, что они не видели Иисуса. По сути, он являлся к ним и раз, и два. Но у них в тот момент не было четкого понимания, что делать. Потом впоследствии мы видим, что когда Иисус вознесся, дал им конкретное наставление, что нужно делать, ожидать сошествия Духа Святого, тогда они пребывали единодушно вместе и ожидали. В это время он не говорил им конкретно, что им нужно делать, и они просто не знали, что им предпринять. Они не знали, в какой момент опять явится Иисус, они не знали, как его ожидать, и они вот так вот вернулись к тому, чем занимались всегда, пошли ловить рыбу. И мы видим, что интересно, в третьем стихе написано, пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Вот интересно, я просто проводил параллель со своей жизнью и думал, что вот бывает так, что есть перед моими глазами Христос. Но настолько явно, настолько я чувствую его силу в своей жизни, настолько я чувствую его присутствие, настолько явно переживаю общение с ним. И в это время все понятно. В это время я понимаю, что вот Господь в данный момент хочет от меня того и того. Он хочет, чтобы я являлся свет окружающим. Я понимаю, что это цель моей жизни. Я соглашаюсь с этим всем своим сердцем. И я осознаю, что вот в этом мое счастье. Но бывает так, что куда-то уходит Иисус из поля моего зрения, и я возвращаюсь к тому, что меня окружает, к тому, чем я занимался всегда. Какие-то заботы, какие-то переживания, какие-то стремления, земные дела. И интересно, что в это время, когда я только свожу свой взгляд с Христа на обстоятельства, в это время они наваливаются с определенной силой. Потому что я, как я уже сказал, очень много вещей, которые нужно сделать, и этих вещей ежедневно много. Я даже пытался, помню, думаю, ну план себе составлю, буду вычеркивать из списка из этого дела, которые я уже сделал. И чем больше я вычеркиваю, тем больше этих дел добавляется. И интересно, что когда мы фокусируем свое зрение на именно делах, именно на том, что нам нужно сделать, обстоятельствах каких-то, каких-то решениях, еще чем-то таком, то у нас это нас начинает давить. Потому что Господь не создал нас для того, чтобы мы обременяли себя заботами века сего. Но Господь нас создал для общения с Ним, слава Господу. Я зачитаю еще одно место. Это из Евангелия от Матфея, с 6 главы говорит сам Христос. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, корме пачи вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем том». На самом деле Библия нас конкретно учит тому, что нужно делать в тех случаях, когда вокруг нас обстоятельства нам неблагоприятствуют. Библия говорит нам, посмотрите на лилии, посмотрите на птиц небесных, посмотрите на природу, которую создал Господь. Мы увидим, если мы будем смотреть на все это, мы увидим, что Господь об этом печется. Я просто так недавно смотрел один фильм о природе, и там рассказывалось о жизни снежных барсов. Они живут высоко в горах, настолько высоко, что там очень мало вообще пищи, и один снежный барс, его можно встретить, на 100 квадратных километров. То есть они очень редко между собой встречаются, и вот просто представил, что где-то в горах живет какая-то кошка, в радиусе 10 километров которой нет ни одной живой души, ну так скажем, да, и Бог эту кошку питает. Так вот я думаю, неужели Бог не может пропитать нас с вами, когда он печется о кошке, которую, может быть, на протяжении сотен и тысячелетий люди не видели вообще. И я просто думаю, что Господь не просто так нам оставляет эти примеры в окружающей нас жизни, в этой природе, чтобы мы могли понимать, что Господь нас не оставляет во всех обстоятельствах, Господь печется о нас и кормит нас. Что же Господь от нас хочет, если вот это все Он нам дает, можно сказать, даром? 33 стих, Евангелие от Матфея, 6 глава, все там же. На самом деле кто-то скажет, может быть, это звучит как-то абстрактно, что значит искать царствие Божие? Я же не могу его найти, вот поискать по углам, там открыть, может быть, шкафы, я его так не найду. На самом деле все просто. Когда мы вникаем в его слово постоянно, когда мы имеем близкие отношения с Богом, имеем общение с Ним, тогда нам становится понятным, что значит искать царствие Божие. Возможно, я сегодня забыл, что это такое, возможно, я не переживал, но Господь говорит, что царствие Божие внутрь вас есть. То есть царствие Божие мы переживаем тогда, когда имеем отношения с Господом. И тогда, в таких случаях, когда мы имеем близкие отношения, тогда вот эти все заботы, переживания, вот эти все обстоятельства, которые нужно решать, они отходят на второй план. И тогда нам проще доверять Господу. На самом деле, Господь не требует от нас каких-то высот, которые мы не можем достичь. Хотя бы самодисциплина, хотя бы утром и вечером преклонить колени для того, чтобы помолиться Господу, уделить время, ну, хотя бы 15 минут для того, чтобы прочитать одну или две главы в день. Это не так много. И это кажется, что, ну, как же так, я потеряю 15 минут своей жизни, может быть, я не успею что-то сделать, кофе попить утром перед работой, или не высплюсь, или что-то в этом роде. Но на самом деле, если мы будем поступать так, мы увидим, что Господь нас благословляет. И те вещи, которые мы не смогли сами решить, ту рыбу, которую мы не смогли сами поймать, Господь нам даст, и во сто крат больше даст. Потому что Господь нас создал для того, чтобы иметь общение с Ним, и для того, чтобы мы искали Его, искали Царство Его. Потому что все вот это, оно приложится. Но самое главное – иметь близкие отношения с Господом. Мое желание сердца сейчас молиться с вами, просить Божьего благословения на то, чтобы нам не отвлекаться от образа Иисуса Христа, не отвлекаться от Его благословения, Его благодати, которую мы можем ежедневно черпать, но искать Его лица в любое время, независимо от обстоятельств. Помолимся.